Это типичный новичок в Warface, и сейчас произойдет неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Сигзауэр. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Врывайся, братишка. Warface тебя ждет. Рокутаген, а ты сам-то веришь, что Warface можно излечить от багов и лагов? Это слишком провокационный вопрос, Капитан Очевидность. Я люблю нашу игру. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутаген, Капитан Очевидность, наш любимый Warface. И не менее нами любимая администрация выкатила пост, в котором объяснила, что технические проблемы, конечно, имеются, но с ними борются. И сегодня, я думаю, надо хорошенечко все это разобрать. Нам есть о чем поговорить. Кроме этого, у нас есть еще, скажем так, одна новость, которая, я думаю, многим будет интересна. И я должен буду вас предостеречь, ибо задний привод в Warface бывает наказуем. Глубоко сказано, но по ходу разговора вы поймете, о чем я вообще. Итак, наша администрация пишет нам. Ну, они как бы говорят, что, ребят, не переживайте, мы работаем. Имитируем трудовую деятельность. Красавчики. Сетевые фильтры в дата-центрах. Вот из-за них, в том числе, говорят наши разработчики, происходят некоторые сетевые проблемы. А это кто такой жирненький к нам пришел? Кто такой красивый? Бусяшка! Бусинка моя! Какая милота, да? Буся тоже недовольна. Но, Бусь, извини, салявика, говорят французы. В связи с блокировкой некоторых ресурсов, на территории Российской Федерации используются дополнительные фильтры, которые могут влиять на скорость и качество соединения. Сейчас это затрагивает многие сервисы. Не только нашу игру. Ну, как говорится, ребятки, слава Роскомнадзору... Ах, сука, чё-то руку свело. Бывает, недавно выбихнул. Вот, Роскомнадзор, как бы, начал блокировать различные сервисы. А вы знаете, интернет, он же как бы не так, он не как-то сегментирован, что здесь одно работает, здесь другое работает. Ну, я думаю, вы в курсе. Помните, у нас Телеграм как-то, вот, Роскомнадзор, тогда еще молодой, зеленый, сука, но прямо в полной решимости решил заблокировать. У нас даже Фортнайт, сука, не работал. Пол Рунета легло. Ну, Телеграм работал, как и раньше, нормально, в штатном режиме. Собственно говоря, нечто подобное происходит и сейчас. Они, конечно, поднабрались опыта. У них эти специальные фильтры ТСПУ стоят. Я понимаю. Но, как бы, заблокировать одно, потом заблокировать другое, потом третье, там, замедлить что-то и сделать это в достаточно большом количестве и при этом не понести и не нанести какой-то сопутствующий урон, пусть не надо, сука, жрать мои наушники. Так не бывает. Так не бывает. По-любому, как бы, если ты решил набутылить какой-то сервис, ты в какой-то степени набутылишь и другой. Случайно чисто, как бы. Так оно бывает. Так что здесь, ну, наши разработчики, администрация, там, сетевые, там, инженеры, специалисты, они, конечно, будут работать, но хочу сказать свое предположение. В богоспасаемом отечестве теперь, если постоянно будут какие-то блокировки и замедления, то, как бы, рассчитывать на идеальный интернет, как он был раньше, ну, к сожалению, не стоит. Опять же, как бы, это французы. Сэ ля ви. Такова жизнь. Пункт номер два. Проблемы с маршрутизацией. Пратуха. Чего? Большие азиатские сиськи не работают в последние дни. Тоже заблокировали? Вот, сука, кому что, а тебе только лишь бы это. Иди в жопу. Итак, проблемы с маршрутизацией. Изменения и оптимальные маршруты у интернет-провайдеров приводят к нестабильной работе сети и потере пакетов. Это давняя проблема, но сейчас она воспринимается особо остро в комплексе с другими трудностями. Ну, то есть, как бы, тоже вот это все оно работает. На самом деле, сейчас провайдеры очень перегружены. Почему? Потому что люди используют словосочетания из трех букв. Нет, на этот раз не РКН, а ВПН. Кстати, да? Блин, как оно интересно. Там три буквы, здесь три буквы. В общем, да. Дело в том, что ВПН очень сильно нагружает. Нагружает, насколько я... Ну, как я слышу, я не специалист. То есть, нагружает провайдеров. И по бабкам нагружает, и как бы их мощностя нагружает. Все нагружается, провайдеры страдают, все нормально, мы играем в Warface периодически, когда получается. Поэтому не удивляйтесь по первому пункту, по первой причине, что у нас как бы замедление идут. Warface тоже как-то сопутствующе, нечаянно замедляется. И проблема вторая, все перегружено, все в жопе. Ну, все замечательно, короче. Все будет хорошо. Держимся позитиво. В общем, времена пинговые, прямо скажем. Поэтому рассчитывать... Ну, я живу в Краснодарском крае. Пинг обычно где-то... Раньше был. Раньше был. 23-25 миллисекунд. Это, в принципе, не пинг. Переехав с Москвы, я не ощутил никакой особой разницы. Кто бы там что не рассказывал. Но сейчас, как бы, пинг бывает часто 80. И это уже, конечно, ощущается. Но проблема в том, что это бывает не только у меня, но и у жителей Москвы. Да. Человек живет в Москве или где-то там в Рязани, в Питере. То есть, какой у него должен пинг быть? Ну, 5-7, ну, не знаю, край, хреновый провайдер. Ну, 9 миллисекунд. Даже 10 не должно быть. Но, тем не менее, парняга обнаруживает у себя пинг, там, больше 50. База, база. Но, тем не менее, все честно. Страдают все, так что... На пинг можете не сваливать. Все равно все в жопе. Все замечательно. В общем, провайдеры виноваты. Наши разработчики говорят, что как бы не виноваты не только они, но и виноваты провайдеры. Дальше идем. Дедос-атаки. Вот это вообще интересно. И кому нахрен нужен Варфейс? Хороший вопрос. Да. Дедос-атаки. Недоброжелатели периодически атакуют наши и сторонние сервисы, связанные с игрой. Что негативно сказывается на качество сетевого соединения. Атака может быть направлена на другой ресурс, но затрагивает и нас в рамках одной общей сети или одного дата-центра. Ну, собственно говоря, о чем мы говорили только что, как бы интернет, он не так, что вот тут одно существует, тут другое. Все взаимосвязано. Все в единой мировой паутине. Не бывает так, что ты что-то одно набутылил, а другое не набутылил. Немножко как-то оно задевает. Я, честно говоря, хрен знает, кто сейчас будет делать Дедос-атаки. Да тем более, ну, не конкретно. В принципе, вообще на компанию ВК могут совершаться Дедос-атаки. Я бы этого не исключал. Кто, ну, как бы предполагать тут неправильно, потому что мы с вами не Шерлок и Холмсы. Я скажу так. Это либо просто недоброжелатели, что не исключено. В том числе это могут быть доброжелатели, как бы, из дружественных стран, западные партнеры, кто угодно. Всякое может быть. Но и не исключено, что идет борьба за видеорынок медиа. Понимаете, там ВК-видео, а есть Рутюб. Ну, это не более, чем какие-то, знаете, теории заговора. То есть, это какая-то такая мысль, не берите ее в голову. Я ничего не утверждаю, никого не обвиняю. Ну, всякое может быть, просто поймите. Бизнес есть бизнес, как бы. Там обитают акулы, как бы, они друг друга кушают. Всякое может быть, но, как бы, обвинять никого не берут. Далее. Потеря пакетов на внешних магистралях. Это происходит вне наших сетей. Контролировать подобные процессы мы не можем, но делаем все, что от нас зависит. Конечно, часть сложностей, хотя и не основная, связана непосредственно и с нашим оборудованием, а также программным обеспечением. В чем вообще проблема? Почему Рунет во многих моментах начинает проседать? Как бы, вроде у нас замедляют Ютуб, а замедляется и не только Ютуб. А Рунет сайты тоже, как бы, разрешенные, официальные, как бы, наши, духоскрепные, тоже как-то страдают. Почему так происходит? Все очень просто. Дело в том, что сейчас сложно закупать сетевое оборудование, качественное, новое, иногда практически невозможно. То есть, если раньше достать оборудование для дата-центра, сетевое, серверы какие-то, новенькие, сука, только с завода, попка розовая, в пленочке. Это был не вопрос, то сейчас, как бы, приходится, я думаю, даже крупным компаниям часто закупать старое БУ оборудование в Китае, например. Ну, например, в Китае, может, еще где-то. Так что, да, глубоко и надежно. Это, в принципе, не страшно, к этому тоже приспособятся. То есть, как бы, да. Сейчас пока что самое-самое, это вот пункт первый, где сетевые фильтры в дата-центрах. Вот с этим, как бы, если дальше будут замедления того-сего пятого, тут приспосабливаться надо очень быстро, поэтому сложно. Что касается внешней магистрали, как бы, железа, тут об этом не сказано, но это моя версия. Тут не так страшно, как приспособятся, найдут, достанут, как бы, это может быть. Дальше. Клиентские ошибки и нагрузка на серверы. Мы активно работаем над оптимизацией, чтобы повысить стабильность игры. Это требует постоянного внимания. И хотя подобные неполадки не на вы, они усугубляются. Короче, вот этот, как бы, пункт я не принимаю, извините, разработчики, но он как-то не очень будет и назлучить. Почему? Ну, потому что раньше у нас, вообще-то, было 150 тысяч онлайна общего, и на сервере Альфа там могло играть 1050 одновременно, и, в принципе, было нормально. Поэтому нагрузки на сервер... Ну, опять же, серверы какие-то, их части устаревают, нуждаются в замене, и это происходит недостаточно быстро, поэтому эти моменты, как-то, возможно, откладываются, и, как бы, вот, общая картина страдает. Вот такая ситуация по сетевым проблемам. То есть, что я могу сказать? Я не думаю, некоторые говорят, ой, теперь только хуже, хуже, хуже будет. Нет, не будет хуже, будет со временем лучше, конечно, проблемы будут решаться. Не полностью, по одной простой причине, потому что в Warface никогда сетевые проблемы полностью не решались, не решаться, и решаться не... Ну, блин, это база, извините меня, тут, как бы, тут так оно, да, так всегда было, с самого начала так было. Это наши, это наши корни, собственно говоря, да, как иначе, так оно и было, так оно и будет, но та ситуация, в которой мы сейчас оказались, конечно, это перебор, даже для Warface, ну, это, как бы, вообще, там, у москвича пинг 80, люди где-нибудь в Сибири, у них вообще сервак, сука, не работают, они не могут подключиться. Я с Краснодара меня на Сибирь, наоборот, закинуло, без шуток, я недавно играл на днях, я не могу понять, я бегаю, что-то вообще какая-то фигня странная, нет, мало того, что на Сибири, так как бы, ладно, еще пинг, так... Оно еще и тормозит, то три компа, то завис, то еще что-нибудь, вообще, что-то непонятно, я не могу понять, что происходит, что вообще за дичь, вроде 4 палки написано, ну, ладно, 4 не так страшно, как бы, там же не красная одна единственная, вот, а потом я такой, думаю, надо перезайти в игру, захожу, у меня там автоматом выбирается, короче, этот, новосиб, по-моему, да, новосибирский сервер, и, типа, я его не могу сменить, я всю жизнь на московском играю, Не могу поменять на московский, московский лег, походу, решил отдохнуть, сказал, мне этот мир уже совершенно понятен вашего Warface, дайте отдохнуть, просто все, замедлился, одним словом, наш сервер, в основной, да, бывает, будут решаться проблемы, просто, мое предположение, друзья, такое, та яма, в которой мы в жопе оказались, она будет решена, как бы, мы придем к обычной нашему состоянию, когда, ну, в принципе, все уже привыкли, нормально, Warface там более-менее играется, Но, я считаю, что этот процесс не будет одномоментным, то есть, не будет так, что, вот, разработчики выпустили какой-то патч, там, на ближайшей неделе-две, и, типа, все, и проблемы решились, нет, я думаю, это будет медленное выползание, почему, потому что, опять же, сетевые фильтры RKN в дата-центр, новые какие-то блокировки, к этому надо будет приспосабливаться, понимать, как, что, вот, регулировать, чтобы это так не сильно не било по Warface, плюс, работа с каким-то устаревшим оборудованием, и налаживание поставок на, как бы, запчасти, детали, новые, там, все, что им нужно, да, новые серваки надо будет обновлять со временем. Ну, и вся эта тема с VPN-ами, провайдерами, вот, пока это как-то не устаканится, пока они как-то не приспособятся, ну, кстати, приспособятся, я примерно знаю, как они, скорее всего, скоро тарифы на интернет поднимут, я бы не исключал этого, честно, ну, потому что, да, потому что вот так, потому что вот так вот, не исключено, я бы этого не исключал. В общем, будет сочно, будет сочно, медленно, потихоньку, я думаю, мы из этой ямы все-таки выберемся, но ждать каких-то вот так решений не стоит, ребят, этого, я уверен, не будет, это будет процесс постепенный, так что наберитесь терпения. Мое мнение, никому не навязываю, я думаю, что это будет в течение, ну, минимум пару месяцев, пару месяцев мы будем потихоньку выползать, там, какие-то лаги уберут проблемы, какие-то там повышенные пинги, потом еще чуть-чуть, вот, потихонечку мы будем из этого выходить, не одномоментно, я уверен, практически на 100%, сразу это вот, ну, не произойдет. Ситуация просто такая, и тут поймите, ну, как бы, я сейчас не хочу быть адвокатом-мейловцем, но я их прекрасно понимаю, это не их вина, ну, как бы, так сложилось, блин. Ну, сейчас такая вот мировая геостратегия, сука, там что-то заблокировали, здесь что-то, там где-то нас с ДДО с атаками, короче, вот это так вот пошло, короче, ну, вы поняли, да, в целом, как бы, все очень глубоко и надежно, поэтому надо приспосабливаться. Приспособиться, я уверен, наши ребята смогут, администрация сможет, но не одномоментно, опять же, там, на экономическом части, там, с оборудованием, здесь с сетями, продумать, понять, как работает, плюс провайдеры приспособятся, и вот тогда все будет нормально. Но процент очень такой, не самый короткий по промежутку, в общем, хронометраж его растянется на несколько месяцев, я уверен, наберитесь терпения, понимания и ждите, собственно говоря, да, я тоже буду ждать, а как иначе? Ты, братан, давай тоже не растягивай, у тебя еще запланирован скулеж по поводу замеса глины. О, совершенно прав, да, друзья, да, 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 помните, у нас было видео про нейросети, нейросети в Warface, читеры, вот эти все, нехорошие ребята, неправильные, пришло время снова сделать разговор, провести на эту тему, почему? Потому что стали известны некоторые подробности. Помните, я говорил, что вот нейросети сами по себе это плохо, но чисто теоретически все-таки как-то их можно задетектить, именно технически. Я говорю, что может быть только одна проблема, когда обнаружить нейросеть технически очень сложно, это если используется второй компьютер с картой видеозахвата, ну, как бы это дорого. Карта видеозахвата нормальная стоит там 5, 6, 8 сколько тысяч, плюс второй компьютер хотя бы ноутбук с установленной нейросети, вот как-то оно все работает, плюс один USB порт сюда, один туда, эмуляция второй мышки на твоем основном компе. Короче, как бы процесс не самый простой на самом деле, да, не самый простой, но мне стали, скажем так, ну, стали говорить в некоторых кругах, что есть ребята при бабках, скажем так, которые могут себе это позволить, вот, там, десятку тысяч, а то и больше потратить на сомнительное, конечно, удовольствие, играть с читами я вообще не понимаю зачем. И вот с ними пока проблема, не в Warface, мы сейчас даже не в Warface, вообще в играх, в сетевых шутерах, с этими ребятами сложно, их очень сложно как-то задетектить, как-то вот понять, пока что сами разработчики разных игр вроде как подключают нейросети, чтобы те теоретически как-то могли понять, как работает нейросеть. Но тут тоже есть проблема. Дело в том, что правильно настроенная нейросеть, она не работает как чит, то есть она не аннигилирует все там за долю секунды, она работает примерно как аим-ассист, жесткий аим-ассист в играх. То есть, даже наблюдая в спектаторе, в той иной игре, за этим игроком, вы не увидите, как бы, ну, вот эффекта аим-бота, вы просто увидите, что человек очень классно наводится, что он прямо скиловик, ой-яй-бундестаг, извините меня. Сочные переводочки, сочные наводочки, прямо крутые флики в пикселе, ну, в этом духе все. В общем, это, друзья, все именно работает, хорошо настроенная нейросеть, примерно как аим-ассист. Очень хороший, прям очень жесткий аим-ассист, ну, и вы сами понимаете, если человек не совсем нубероид, более-менее умеет понимание, есть игры, как играть, и он играет с мышкой, да у него еще очень жесткий аим-ассист, это страшно, да, ну, вот. Поговаривают, что некоторые даже не совсем благонадежные киберспортсмены, про Warface не знаю, но в других играх вроде как сейчас начинают это использовать. Конечно, я думаю, рано или поздно они попадутся, как бы им бомбалейла прилетит. Вопрос, когда? Да, насчет Warface не знаю, но я бы этого тоже не исключал, все-таки киберспроты такие же люди, как мы, и кто-нибудь может оказаться не очень чистый, и такое уже бывало, и в том числе у нас. Эти люди обнаруживались, но это были времена, еще во времена автошота, и как бы они отлетали из киберспортсоставов, вот, некоторых, не самых известных, но такие были, не чистые, попадались, ребята. Поэтому, да, это проблема, надо держать в ухо востро, следить, прикидывать, думать, кто, где, как, киберспортсменов особенно касается, ребят. Следите за своими товарищами, чтобы потом не оказаться в очень неприятной ситуации, когда появляется какой-нибудь молодой, красивый, талантливый, вроде он такой прям вау-вау-вау, не придерешься, его не банит система. А потом вдруг, либо на лане вы делаете сочнейшее Сусо Павляшвили, потому что он не соответствует, как бы, своей игре на самом деле. Либо это не самый плохой вариант, да, либо вариант, когда все-таки ему прилетит, Банхаммером, и, как бы, это позор на всю команду, это разборки, это много нервов. Конечно, если вы об этом не знали, там, и, как бы, ну, как бы, все прокатит, но имидж, как бы, будет подпорчен, так что не стоит. У нас, друзья, появилась еще одна тема. Я не буду говорить, как называется устройство, я не буду, это такой, знаете, промежуточный вариант. Вот есть дорогой вариант с вторым компьютером нейросеткой и картой видеозахвата, есть вариант, просто люди ставят на свой комп нейросеть, это самый недодежный вариант, потому что они, как бы, уже, по слухам, и в Warface, и в других играх отлетают, будь здоров. Вот, и все-таки как-то детектятся античиты, особенно более такие продвинутые, они детектят, короче, и, ах, сука, по самой гланды. Появилась гибридная, такая, промежуточный вариант, это когда люди подключают некое устройство. Как оно называется, где, что, не буду говорить, выглядит, ну, что-то в духе этого, скажем так. Это что-то вроде USB-хаба. Она может работать с двумя компьютерами, вроде как может работать с одним. Устройство, которое, как раз, тоже обрабатывает информацию, получаемую с экрана, и потом, собственно говоря, дает необходимые команды на мышь. Тут подробностей не знаю, но я полагаю, нейросеть, как нейросеть. Может работать, в зависимости от настройки, как аимбот, может работать, естественно, как аимасист. Вот, в той или иной степени прокачанный, мощный, как там настроят. Штука неприятная, не везде пока знают, как с ними бороться. В Warface не знаю, как с ними хорошо борются или нет, но я думаю, разработчики этот промежуточный вариант точно рано или поздно будут набутыливать. Тут момент такой, что устройство, да, оно почти под все игры, их можно обучить, но я вам не советую. Вот, я подозреваю, что многие, кстати, люди, которые у нас сейчас находятся там в топе РМ-агранмастеры, у которых очень подозрительные аккаунты, их там, ну, их как бы на самом деле банят, их убирают, и они банан тоже получают не сразу, но как бы постепенно этот процесс идет. Они, я думаю, пользуются именно таким методом. Почему? Потому что если нейронку ставить прямо на комп, то тут как бы сомнительно, тут больше шансов, что быстро пролететь. Если использовать второй комп, карту видеозахвата, здесь как бы, я, честно говоря, не знаю, таких вообще банят нет. Я надеюсь, что со временем все-таки как-то это будет решаться. Может решается, но я просто не в курсе. И вот есть такой промежуточный вариант с устройствами, внешне напоминающими USB-хаб, она самая острая. Вот таких очень и очень много. Это чуть ли не самые главные нейронщики в большинстве современных шутеров. С ними все-таки борются, насколько мне известно. Их уже начинают банить, люди уже понимают примерно, как это работает. Но это проблема. Проблема существенная. Я надеюсь, что наши разработчики с этим справятся. Дорогих зрителей, я всячески отговариваю от попыток это использовать. Я знаю, всегда есть какие-то странные люди, я не могу понять. Нет, я понимаю тех людей, как бы, они просто, ну, приколисты. Вот он зашел, скачал бесплатный чит какой-нибудь самый дешманский, зашел, аннигилировал пригород, поиграл 10 каток, его система забанила. Ну, повеселился пацан. Ну, как бы неприятно, но, типа, и фиг с ним. Есть люди, которые, типа, там, занимаются такси. Ну, вы поняли, там, такси до первой лиги едет, братишка. Как бы неприятно, но они вроде как бабки делают. Да, как бы, они мне тоже неприятные. Я хотя бы понимаю их мотивацию. Но есть реально люди, их реально много. Они заморачиваются и просто с читами играют на постоянку. А какой, сука, в этом смысл, ребята? Вот какой смысл, если вы же, блин, вы же понимаете, что вы ноль реально. Ну, или вы умеете, но не так. Какой смысл просто играть вот таким образом? Это, сука, даже не какие-нибудь макросы, извините. Это просто вот за вас целятся. Реально, смысл так играть? Я вообще не понимаю. Мне вообще непонятно. Я вас всячески отговариваю от этого. Потому что наши разработчики сказали, что система будет ужесточена. Мы об этом раньше говорили. Что касается нейронки, сейчас очень будет жесткая борьба с читерами. С их слов, с наших разработчиков. И вот то, что раньше прокатывало в духе, меня забанили ни за что. Разработчики сказали, что когда начнется волна банов жестких, просто не ждите. Мы не будем не рассматривать ничего. Там блогеры будут говорить, что вот, кого-то забанили, ничего. Мы не будем это рассматривать. Все. Вот, ребята, наступили такие времена жесткие. Появились нейронки, появились подобные устройства. Как тебе видео захвата. Скоро будет так. Тебя забанили? Все. Ты кричишь, что ты даже можешь не писать. Мне можете в комментарии не писать, меня забанили ни за что. Все. Те времена прошли. Лайтовых читов, когда есть 100 пудов доказанная база. Там и так далее, и тому подобное. Короче, как-то вот с этим было проще. Сейчас все. 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 Если вас забанили, вас забанили. Забудьте. Вас никто не разбанит. Никто там, никакой видос, скорее всего, не поможет. Скоро будет так. Поэтому, просто не надо. Потому что вы купите какое-то устройство, поставите там, может, на второй комп, карту видеозахвата. Вы поиграете месяц, поиграете два, а потом улетите в бан. И пойдете жаловаться, что вас забанили ни за что. Но времена такие, что вам никто не поверит. Я вам не поверю. Вот если бы раньше я мог еще поверить. Я вам теперь не поверю. Потому что это настолько сомнительное и труднодоказуемое, что разработчики делают просто. Они, я полагаю, в других играх, по закону аккаунт принадлежит им, а не вам, вы просто используете. Они ставят свою обученную нейросетку, та смотрит за вашей игрой, все пиксели, все ошибки, все-все-все смотрит, все анализирует. И говорит, это 100%, 102% это нейросеть. Вас просто блокируют, и все, до свидания. Никаких доказательств не надо. Ну, потому что по закону они могут вас заблокировать просто так, потому что захотелось. Поэтому, ребята, просто не надо. Не занимайтесь фигней. Не занимайтесь этим. И будет у вас все хорошо. И думаешь, наши герои и за дело мрак справятся? Я не сомневаюсь. Знаете, поговорка есть хорошая. Сколько веревочки не виться, а нагиб будет. И он будет, друзья, по-лю-бо-му. Вот просто запомните. Есть хорошая поговорка, еще одна. На каждую хитрую жопу есть болт с винтом. И он у нашей администрации есть. Они тоже, как и нейросети, развиваются. У них есть свои нейросети. Они набираются опыта, все лучшего понимания, как это все работает. И с каждым днем избежать наказания будет все сложнее, сложнее и сложнее. Все эти сказки, которые ходят в любой игре, уже, ну, играм уже, извините меня, десятки лет я с ними вырос. Мне сорокет скоро. И вот сколько я живу, всегда было вот это. Приватные читы, особые платные. Бана не будет никогда. Всегда банят. Просто кого-то раньше, а кого-то позже. Да, проблему читов решить, в принципе, невозможно. Они будут развиваться. И будут развиваться, как вирусы и антивирусы. Развиваются вирусы, развиваются антивирусы. Проблема читов, скорее всего, не исчезнет. Но исчезнет ваш аккаунт. Ха-ха-ха-ха. В результате этой борьбы. Именно так, скорее всего, оно и будет. Поэтому, друзья, просто не надо по этому пути идти. И все у вас будет хорошо. Хорошо.